Нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы. Вот пример могу привести в интернете. Раскручивался вопрос, что в какой-то частной школе или возле частной школы парень там, ученик, выстрелил с пистолета, попал девочке в глаз, она была в очках. Это был не какой-то там травматический, как они пишут, пистолет. Это был детский пистолет. Детский пистолет с резиновыми, так называемыми, шариками этим. Он попал, разбил стекло и повредил глаз. Из этого сделали чрезвычайщину. Я поручил разобраться. Оказывается, в этой школе аж 26 учеников. По-моему, так мне министр внутренних дел за выходные доложил. Частная школа, точнее. Частная школа. Откуда? Какая? Что это за школа 26 учеников? Начали разбираться. Она зарегистрирована на территории частного какого-то предприятия, которое ни черта не делает по уставу. Наверное, ждут, чтобы эту земельку прикарманить и построить там жилье. А место удобное. Потом продать можно хорошо. Ну, в общем, есть вопросы. Поэтому надо зачистить все до невозможности в системе образования. Зачем мы издеваемся над этими детьми? Начали разбираться. А там руководство школы, ну, это по первой информации и прочее. Они же на дух не воспринимают государство белорусское. Это что? Это что там? Муть какая-то? Какая-то клака образовалась? Антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну, что это за школа? Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы. Это не та сфера, где мы шутить должны. Вот, казалось бы, смело, что кто-то брякнул там в интернете, начали раскручиваться все эти вопросы, вышли на интересные моменты. О чем это говорит? Говорит о том, что мы начинаем потихоньку успокаиваться. Все у нас хорошо после 2020 года. Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти, сведомые, это враги, понимаете? Это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг. И создают тут проблемы. Они все время будут крутить, мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми. Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане, это мое поручение госсекретариату и вам, как госсекретарю, всех, кто ответственны за исполнительскую дисциплину. Мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям. Я тут пример привел из образования. Но у нас хватает проблем и в социальной сфере, и в экономике у нас проблем хватает. Все больше и больше получаю информации, что те беглые, их родственники тут залегли тихонько, отлежались. Сегодня разворачивают бизнес и прямо говорят о том, что вот мы тут сейчас денег поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны. Это вы прекрасно знаете. Для свержения не только власти, но для того, чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Ну опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно, чтобы знали. Продолжение следует...